Доброе утро! Сегодня решила опять снять влог, потому что что-то другое у меня не прет, товарищи. На субботу, мой муж как всегда работал в ночную смену и сейчас идет сходить, потому что у него есть вечерняя смена. А у меня домашняя расслабуха, хотела сегодня съездить куда-то, но потом проснулась и подумала, что я не хочу, потому что мы вчера не с вами умели ездить куда-то еще и сегодня. Вот, у нас опять классная погода, очень-очень тепло. А я еще должна подстричься, я еще не могу у себя сама подстричься, я уже 3 раза сама подстричь была, но все не могу отрезать ту часть волос, которую я хочу, поэтому сегодня покажу вам, как я это делаю. А, что я тебе посмотрю? Что у нас сейчас немножко светит. Немножко ветер дует, но вообще у нас тепло. Вчера мы гуляли, и там, в том месте мы были 30 градусов, я в сапогах, жара, моя собака пришла. Маме на собака пришла, да, жарко, тепло, скажи, и мне хорошо, туда. Дона любит здесь сидеть, смотреть на всех, особенно, когда мы приезжаем на машине. Мой сладкий песик, мой сладкий песик. Дона любит солнышко. Ну что, настал момент истины, сейчас буду стричь себе несколько, я постараюсь вам показать, не знаю, если у меня получится. А у меня просто в некоторых местах волосы немножко длиннее, чем мне бы хотелось, мне хочется их подстричь. У меня в прошлый раз мой парикмахер не очень удачно подстриг, потому что он спешил. И теперь вот я сама поправляю эти вообще ножницы, на самом деле, для материала. Но они очень хорошо стригут, очень так четко и прямо за одну секунду, поэтому я ими, да. А еще хотела сказать, израильтяне, кто живет в Израиле, сейчас появился в Суперфармах, это наш магазин, такой масс-маркетаж, типа того что-то. Новый израильский шампунь от фирмы Style Aromatherapy. У меня когда-то были миниатюрки этого шампуня, и он мне понравился, то есть не этого шампуня, а их этой фирмы. И вот я буквально пару дней назад увидела этот шампунь, он для нормальных волос до сухих. Написано, что он с органовым маслом, но не знаю, насколько это правда, хотя состав у него, кстати, очень даже ничего. Парабенов здесь нет, у животных они ничего там не делают. Вот, в общем, решила купить, попробовать. К сожалению, нет кондишена у этого шампуня, есть только маска. Я вообще очень скептически купила просто из-за того, что реклама была прямо около кассы. А у него такая гелевая консистенция, вы, наверное, не увидите. И он пахнет очень приятно, такой парикмахерский или таким немножко сладким миндалем отдаленно, как-то каким-то сладким орехом. В общем, короче говоря, уже пару дней я им пользуюсь без кондишена. И вы знаете, что он меня очень-очень впечатлил. Это еще может измениться, и он мне может еще разонравиться, потому что у меня волосы такие, что у них немножко берет время не привыкнуть к чему-то новому. И тогда они могут себя хуже вести, нежели в самом начале. Поэтому я еще посмотрю, но пока вот эти пару дней, что я им пользуюсь без кондиционера, я никогда в жизни не пользуюсь шампунем без кондиционера. Никогда. То он меня впечатлил. Так что, да, кто знает, какой у меня тип волос, присмотритесь. То есть у меня тип волос очень тонкий, склонный к пышности и к кудрявости. И немножко склонный к сухости. Вот такой у меня тип волос. Ладно, пошла стричься. Я не знаю, если вы видите, вот эта вот часть, она у меня длиннее, когда она высыхает. То есть она не вьется, и она прямая такая. Поэтому эту часть я хочу немножечко вот где-то так подкоротить с двух сторон. Вот. И ну да, сейчас будем это как-то делать. Ну что, моя стричка закончилась. Это называется, я здесь, по-моему, постригла намного короче, чем здесь. Ну ладно, когда высохнет, посмотрим, как это будет выглядеть. 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 Это называется, когда вы ходите к парикмахеру вечером в четверг, и он хочет успеть всех, и он стрижет как лох, извините за выражение. Два раза я уже к нему хожу, и два раза у него не получается сделать мне то, что я хочу. Поэтому я решилась это сделать сама, но я не уверена, что у меня это получилось. Ну ладно, волосы, не зубы. Вырастут новые, и в любом случае, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Правильно? Ему нужно сначала высохнуть, потому что, вы знаете, когда они высохают, у меня в три раза больше становится. Наш папа ушел на работу, мы с Донкой лежим, валиаемся. Я не знаю, видите ее, однозначно видите. Я решила посмотреть сейчас фильм «Статус свободен». Это русский фильм с Данилой Козловским и Лизой Боярской. Он в кино сейчас шел везде. Рейтинг у него не очень, но это романтический фильм. Мои аромантические фильмы обожаю. Даже те, которые все не любят, я всегда люблю. Вот, в общем, подстриглась, я еще немножко их накрутила, потому что я после душа расчесалась. Я обычно не расчесываюсь после душа, потому что тогда они у меня не красиво лежат. Я люблю, чтобы они лежали определенным образом. Тогда я расчесываюсь перед мночем головой, потом только пальцами так провожу масло и крем. Поскольку я сейчас стригла... В общем, здесь я отстригла, конечно, чуть больше, чем здесь. Но не так страшно, там буквально, наверное, полсантиметра, поэтому я уже эту сторону не трогала. Может быть, я сам пойду к своему парикмахеру, чтобы он мне это все дело подровняло. Но хотя бы сейчас уже понятно, как я хочу, поэтому ему, может быть, придется только подровнять. Не надо будет уже мучиться. Вот. Ну, посмотрим. Поэтому я накрутила. Ну, в общем, да, ничего так. Так что, кому надо быстро подстричь, приходите. Я вас ножницами для материала подстригу. Мне завтра нужно сдавать с самого утра кровь. Я так боюсь. Настер со мной всегда ходит. Сидеть с маленьким ребенком, потому что в Израиле кровь берут с вены. Наверное, везде уже в наше время с вены берут. А я очень иголок боюсь. Так что да, поэтому завтра я себя смелюсь. То есть мне нужно, мне осталось часа два. Нужно приготовить кушать, покушать и потом 12 часов, чтобы я ничего не ела. Вот. Так что сейчас я приготовила себе кофе и пью кофе. На эспрессо вышли новые капсулы. Мы купили вкусные. Не помню, одна что-то с Африки, а вторая что-то, как обычно, с Южной Америки. Но откуда что-то я вообще не помню. Да. Ладно, что смотрит фильм. Всем здравствуй. У нас воскресенье. У меня птички нет в окушке. Да, у меня птички нет в окушке. Я приехала домой. Соседская собака. Приехала домой, взяла машину. Привет, пола. Везут пола. Везут пола. Везут меня прыгать. У меня столько много ключей. Возвращение. Какого ключа. Вот что. Так. Сейчас будем смотреть. Маленькое приведение. О, с первого раза. Как часто я не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, собака. Здравствуйте. Еще выше прыгать. Еще выше. Все, 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 не поняла. Поняла. Ах, мне больно. Мне больно. Но меня очень рада видеть. Ах. Ну, иди в баню. Доннепресс. Вместе с тобой будем прыгать. Все. Успокоюсь. Успокоюсь. А что? Ой, врачка. Как ее много. Потом. Мне нужно сейчас уезжать. Здрасьте, ты морщишься. Да. В общем так. Учера в лоб наступала. Укончика. На закат. Удем. Сегодня лечить. На самом деле нужно сидеть на место. Я закончился. Я работал немного раньше. Сдала кровь. У меня щенек. Я не знаю. Видите? Видите? Еще маленький. Ну больно не было. Только от страха себя. Так не страшно было. Хочу показать вам немножко горной местности, в которой я живу. Я не знаю. Показывала вам. Когда-то не показывала. Вот. Я сейчас еду домой. Сплошные горы. Вот так вот сейчас по горе подниматься минут 10. Очень многим израильтянам на самом деле будет непривычно наша дорога. Тут такие деревья, типа леса. Очень непривычно для Израиля. Я знаю наизусть эту дорогу в плане поворота налево-направо. Так что я могу себе позволить снимать. Кстати, нет. Никогда не снимайте во время офиса побеждения. Но я двумя руками на руле. Здесь очень красивое место. Не знаю, что вы увидите. Здесь убрали вон все деревья. Сейчас будет такой. Очень красиво. Можно здесь остановиться, посмотреть. Очень красиво. Но это очень опасный поворот. И очень часто, кто не знает, этот поворот берут очень резко. И когда не получается его взять правильно. Но сейчас невозможно резко взять. Вообще много. Мы сейчас езжаем в эту деревню. Посмотрите, как выглядит деревня. Хотя она как все арабские деревни. Но это не арабская, а дружская. То есть друзы. Я не знаю, как мы рейтеров слышали в первый раз. Было ли понятно, кто такие друзы. Мне самой до сих пор не особо понятно, кто они такие. Но они очень дружелюбные. Хотя нет, ну они дружелюбные. Вот. Это их деревня для того, чтобы попасть домой. Потому что главная дорога проходит через их деревню. Тут есть очень вкусно. Если когда-то будет на севере Израиля. Я сомневаюсь, когда я в этом видео рассказывала. И вы будете здесь. Вот эта дорога Малотсфат. То вот эта главная дорога переезжает в эту деревню. Которая называется Хольфеш. И в Хольфеше есть тут место, где делают пиццы и самгусаки. Сейчас вам покажу. Вот это место. Оно сегодня закрыто. Вот это место. Оно очень-очень-очень вкусное. Вот что если вы забежали в эту деревню. Обязательно-обязательно. Остановитесь здесь и попробуйте. Так. Я еду дальше. Я не люблю, что здесь дорога проходит. Тут особенно дети любят выскакивать на дорогу. Очень небезопасно. Ну что, мы оттуда выехали. Теперь по прямой гору. И две минуты и мы дома. Здесь очень часто... Здесь тоже будет красивый вид сейчас. Ну, относительно красивый. Здесь очень часто молодые ребята, у которых обезбашенные в голове. Делают на перегонки. В общем, догонял. Как-то поскорее. А ночью здесь очень темно. И в некоторых случаях коровы, которые пасутся на полях. Очень часто убегают на дорогу. И тут очень-очень много часто есть аварий. Ну, когда машины врезаются в коров. Потому что ты едешь, ты не видишь. И коровы тут... Ну, коровы не сразу замечаешь. Очень частая авария в Израиле вообще. Особенно здесь на Севере. Вот здесь внизу там есть роща оливковых деревьев. Это вообще заповедник, насколько я знаю. Видите, как много машин домой едут. И кто-то один едет тащится. И всех из-за него все едут медленно. Вот. Здесь есть много разных грустных историй, когда люди окончали жизнь самоубийством. И раньше, когда я приехала только в Израиль, эта дорога была ровно половину. Вот тот путь, который я сейчас еду. Вот только половина дороги. Такая вот она была. Очень-очень маленькая. Очень узкая. Ее расширили со временем. А раньше, когда две машины встречались напротив друг друга, то они должны были останавливаться. Один другому должен давал проезжать. Потому что вместе они напротив друг друга не могли ехать. Вот. Есть истории разные. Когда раньше люди сейчас... Видите, все огорожено. Насколько это возможно. Раньше это так же огорожено. Я была. Ой, какое там солнце. Солнце прям такое пламенное, красивое. Видите? Ну и здесь вот очень-очень именно по этой прямой многие любят давать газу и со всей силой, насколько возможно, пилить, как говорится, и обгонять. И все, что хочешь. Я тоже немедленно еду. Вот. Я вообще надеюсь, что вы что-то видите, и что стекло не грязное. И оно ничего не это самое. Не мешает смотреть. Мы практикуем пока еще камеру, как говорится. Поэтому я еще долго не знаю, как она работает. Хорошо или плохо. Мне вообще нужно такую присоску купить к стеклу, чтобы было удобно снимать. Вот. Ну все, еще 2 секунды и мы дома. Я иду сейчас по дороге домой. Хочу вам показать, как у нас цветут цветочки. Смотрите, какое все поле цветное. Я не знаю, как эти цветочки называются, но так что кто-то знает, как называются эти цветочки. Это маки, наверное. На иврите они называются колониот. Как они называются на русском, я понятия не имею. Не буду на них топать, но просто вам покажу, как их много. Очень красиво. Для пота. Не буду на них топать, только невозможно на них, по-моему, не топать. А мы, кстати, я вам вчера на них показала, сделали новые занавески. Намного более прозрачные, нежели были предыдущие. То есть они не занавески, это как бабушка называет, гардины. А я их называю тюли, но на самом деле это гардины. Но только осталось что-то по бокам такое более темное повесить. Я перевернула этот ковер. Я его буду стопудово менять, просто 100% на более светлый и более такой теплый тон. Потому что он придает тогда моему дивану более такой серый тон, нежели диван на самом деле. Потому что диван такой более коричневый, талповый. Как раз диван мой самый настоящий талповый цвет. Вот, если тут будет светлый ковер, то будет намного лучше смотреться. Но мы, как видите, еще это не сделали. Там я лампу новую не купила. В общем, все будет очень медленно у нас продвигаться. Стол еще не поменяли на круглый. Пока это все найдется, купится, выедется куда-то. Придет время. Донна, что ты опять боишься? Чего ты вот боишься? Вот я пришла, и чего ты боишься? Чего ты боишься? Чего сидишь так? Чего боишься? Вот, но мне очень нравится, как вышли эти занавески. Потому что они такие занавески. Гордины. Они такие прозрачные. Через них видно и солнышко. И вообще все, что происходит. И какого вообще ты сидишь на диване? А ну слезай давай. И Дона любит в окошко смотреть, да она? Дона, ты любишь в окошко смотреть? Купсик? Любит. Только я не разрешаю сидеть. Видите, я покрывала в всем стилю. Я села передохнуть. Смотрю один из своих любимых каналов. Байт Плюс. Это как бы Дом Плюс. Наиверите он называется. Про разные там интерьеровские штучки. В общем, такой канал интерьера. И мы всем идем с Натером на ужин. В мою приемную семью. Пока я голодная. Поэтому я решила покушать орешки. Натом мне покупаются вот такие орешки. Их нужно. В общем, раскрывает у меня такая штучка. Буду что-то погрызть, чтобы не такой голодной быть. Доброе утро, ребятки. Сегодня у нас понедельник. У меня сегодня выходной. Потому что мне нужно. Мне как то, что я вчера говорила про вещи. Или я мне говорила, с кем я коллаборацию делаю. В общем, мне пришла моя коллаборация. Я себе сейчас сделаю кофе. Потому что машина жужжит. А мне пришла моя коллаборация. Об этом будет в следующем видео. И мне пришла посылка с Next. Я заказала себе юбку для кровати. Такой, знаете, валаны, который снизу. Потому что у нас кровать такая, где нуждаются. Обязательно должны быть валаны. Я в этот раз решила заказать что-то немножко другое. У меня была розовая. В этот раз я такую натуральную заказала. Потом одену и вам покажу. То есть на кровати тяну. И еще я заказала чинос. Голоса нету с самого утра. Штаны, да? Ну вот опять тонкий материал. Который через чур там много листана. И он некрасиво сидит. Я его возвращаю. Я привыкла возвращать очень часто. Вот я уже... Видите, все очень удобно. Здесь пишешь, почему возвращаешь. Я просто написала B. B это вариант. Not liked. То есть мне не понравилось. И здесь вот эту штучку сейчас отклею. Вот засуну штаны вот в сам этот конверт. Там можно его заклеить еще раз. Приклею им обратно и вперед. Так что да. И они уже через PayPal вернут мне денежки. И вообще посылка пришла нереально быстро. Буквально меньше, чем за неделю. Да, я на прошлой неделе вроде ее где-то там, по-моему, то ли в среду заказала. И она уже пришла. Я сегодня даже удивилась, когда она мне пришла. Кстати, цены оригинальные. У меня голоса нет с самого утра. В Next. То, что они пишут на упаковках. Мы всегда заказываем дешевле. Потому что с нас их налог, который они платят, то есть налог торговли или как он называется. Налог на продукты мы не платим. Ну вот. Сейчас мне должны с Виши позвонить, что там рассказать. Я так не понимала, что. Я вообще в жизни, когда не делала коллаборацию такую вот. Важную. Но видите, эта коллаборация стоит того. Вы меня поймете. И я все это хочу вам разыграть. Я уже все вперед рассказала. Я не знаю, как Виши на это посмотрят. Зарешат ли они мне это делать. Потому что мои видео будут проверять перед тем, как ставить на канал. Но это же стоило того. Согласиться на эту коллаборацию, чтобы это разыграть. Потому что тут есть три возрастных категории ухода. Все, больше ничего рассказывать не буду. Потом все сами узнаете. Доброе утро. Так что проснулась. Обещала вам поставить это видео пару дней назад. Но у меня так и не получилось его поставить по тем или иным причинам, кто мне написал сообщение. В общем, что я вам хотела сказать. Короче, у меня получится недельный влог. За всеми влогами, что собрались за... За всеми влогами, что собрались за это время. Я поставила уже в видео то, что я говорила про Виши. Виши подтвердили мое видео. Я очень волновалась, что они его не подтвердят. Потому что поскольку это коллаборация, то мне уже девчонки написали, что это абсолютно не я, что это реклама чистой воды. И есть эта доля правды. Я не буду тут кривить душой, говорить нет. Да, это отчасти инотонная коллаборация. Коллаборация это реклама. И я хотела повернуть эту рекламу в свое русло. И поэтому я сделала вам розыгрыш для того, чтобы эта реклама хотя бы была каким-то образом полезна. Ну, полезно и за сказать. Ну, как бы, чтобы был толк в ней. Ой, надеюсь, микрофон не закрыла. Короче, чтобы был толк в этой коллаборации для меня в любом случае. Но честно вам скажу, вы знаете меня. Вы уже меня, кто долго смотрит. Я действительно вот не сидела и никто мне написал, что текст звучит заученным. Вот я абсолютно с этим не соглашусь. Потому что настолько текст не заученный. Я настолько габи. Я не умею заучивать тексты. Ну, просто у меня вот в моей натуре это не получится. Поэтому я когда получила все продукты. Во-первых, у меня была долгая беседа с... Бла-бла-бла, язык заплетается. С представителем Виши. Они мне объясняли про каждый продукт более глубоко. А потом я просто, знаете, сидела. И я просто делала как... Ресерч такой. Я заходила на многие сайты. На многие сайты Виши в разных странах. На разные сайты с отзывами. И просто читала, что люди говорят. Кто люди пользовались. Какие плюсы. Какие минусы. И вот у всех линеек действительно... Во-первых, мало того, что это... Я забыла сказать в видео, например. Что некоторые линейки, они выиграли разные призы в разных журналах. Как журнал Allure. Разный, знаете, там продукт года. Масло года и тому подобное. И действительно, рейтинг всех этих продуктов, он высокий. И поэтому... И поэтому вообще, когда есть возможность на такие коллаборации. Я не понимаю, почему нужно говорить нет. Потому что это... То есть... Я не хочу отказываться от каких-то коллабора... Интересных коллабораций. Потому что всегда может быть что-то... Ну... Что-то полезное. Что-то интересное. Выйти из этих коллабораций. Поэтому... Я абсолютно принимаю всем, кому из вас это не понравилось. Вы думаете, что это абсолютно не... Не подходит моему характеру, мне и моему каналу. И вы отчасти правы. Поэтому я никогда в жизни не делаю коллаборации. Но когда есть какие-то интересные коллаборации, на мой взгляд. И у них есть что-то, что я могу перевернуть в свою сторону. И сделать для вас что-то. То я буду делать такие коллаборации. Уж простите меня, кому это не нравится. Вот это, что я хотела сказать по этому поводу. Вчера у меня был день рождения. Мы с Нейцером отлично провели время в Тель-Авиве. То есть мы не празднуем день рождения, как здесь. Знаете, стол, друзья. Мы обычно едем куда-то и что-то делаем. Вот Нейцер день рождения через две недели. И мы тоже будем что-то делать. Но я буду держать это в сюрпризе. Чтобы вам было интересно, что мы делаем. Потому что его день рождения, наверное, сниму влог. Свой день рождения я не хотела снимать влог. И мы вчера были в Тель-Авиве. И у нас есть такой базар еды, который открылся в центре Тель-Авива. Который называется Сарона Маркет. Это было просто волшебно. И я получила просто уйму положительных эмоций, удовольствия. Я вам ставила фотки еды в инстаграме. И, в общем, было очень круто. Да. Вот. Еще насыпался магазин Jo Malone духов. Я уже обшукалась. И обязательно, когда мы ехали обратно домой, мы заехали. Вот. Купили мне духи. Потому что я давно уже хотела. Купили мне такой слащавый запах. Блаш и... Как он называется? Блаш и чего? Блаш и чего-то еще там. Блаш, блаш. А, Peony and Blush Suede, по-моему, он называется. Но он один из самых популярных. Он один из самых сладких. И он... Мне консультант в магазине посоветовал смешивать его с моими... Wood Sage and Salt. И тогда он будет выходить более таким нежным. Более свой такой запах. И, слушайте, мне так понравилось его смешивать. Это вообще гениальная идея. Я бы до нее сама не додумалась точно. Вот. Поэтому, да. Купили мы вчера у меня духи. Ну и, в общем, такие вот дела. Я вообще хочу пить кофе. И нужно мне искать мою собаку. Идти, потому что она опять убежала, как обычно. Утром мы пускаем дом. Это стало просто невыносимо. Потому что она просто убегает каждое утро. Бежит в столовую к той женщине, которая ей дает еду. И сидит там с ней. Поэтому нужно идти ее забирать. И все. Ну, в общем. Кстати, я стрижку вам говорила, что я сама подстриглась. Но сейчас это после сна. Ну, в общем, да. Мне нравится, как я сама подстриглась. Так что, да. Я пока буду их немножко расти. Даже не пойду к парикмахеру, чтобы он их подравнивал. Подравнял. 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 Ладно. Ребята. Я, наверное, сейчас буду заливать это. Заливать. Что за слово? Придумала себе новое слово. Я, наверное, сейчас буду ставить этот влог на канал. И пошла себе делать кофе. И у нас начинаются выходные. Поэтому всем хороших выходных. Спасибо за просмотр!